С миром, дорогой брат. Но дело в том, что я тут в рулетке разговаривал. Я скорее простился, давай там переключать, иначе он не потянет. Надо рулетку отрубить сначала. Угу, ясно. Ну что ж, если сейчас ничего не мешает, сейчас один момент, то я тогда вопросы вам задам. Давайте. Во имя Отца и Сына и Стоя Духа. Аминь. Аминь. Ну, Игнат Игоревич, вам за прошедшие два дня задавали очень много вопросов. Задавали их профессионально. Собственно говоря, речь именно о вашем интервьюере, об Алексее Шахматове, блогере, журналисте столичном, который специально посетил Барнаул для того, чтобы встретиться с вами, задать вам вопросы. Вот эта встреча, в общем-то, те, кто был в курсе этой встречи, ожидали. Потому что Алексей Шахматов, в общем-то, скажем, стал известен, ну, по крайней мере, для меня, тогда, когда он взял интервью у отца Владимира Головина, его ролики связаны с другими православными темами, вот то, что мне удалось посмотреть. Вот. И в конечном итоге вот эта вот встреча. Поэтому мне бы хотелось из первых уст узнать ваше впечатление, да, вот что это за человек, на ваш взгляд, для чего он посетил вас, то есть как вы это рассматриваете, человек неординарный, вопросы интересные. И что это? Либо это такой вот интернет, либо журналистский пиар на православной теме, либо это человек, который на самом деле ищет спасения, и поэтому ищет пастырей, ищет духовных учителей, ищет истину для того, чтобы прийти ко Христу. Вот. И, соответственно, быть может, ваше видение о перспективах, то есть, собственно говоря, что дальше, или кому дальше, вот. И, собственно говоря, вот многоточие или точка, или запятая вот вашей встречи, как вы это видите с Алексеем Шахматовым. Ну, вот, собственно говоря, такой один большой вопрос под вопросами. Если что-то еще по ходу нашей беседы возникнет, я уточню, спрошу. Ну, вот с этого, пожалуй, можно было бы начать. Я говорю только о том, что определенно знаю, а другое предположительно. Определенно знаю, что с отцом Владимиром Головиным он был. А отец Владимир Головин обо мне хорошие очень отзывы давал. А ему советуют вы еще встретить с Андреем Кураевым. А он нашел Андрея Кураевым. Хорошо, что он говорит. Андрей Кураев, говорит. То есть это Ореха идет. Его это другие стали люди писать. Я ему не писал, связи никакой не было. Совершенно никакой. Ни одного слова с ним не разговаривали. Но его задело. И другие говорят ему там, что куда ты поедешь, да ты поезжай к Олегу, стеняй его там. А он уже с Ткачевым Андреем встретился. А он не скрывает этого, я сказать. Мне нужно, чтобы количество, посещаемость, там где-то он работает. Он сказал. Я не расслышал, а другие слышали. Говорят, там начальник, директор или кто. Да это работа не просто так. И я спросил, бывает так, чтобы 3300 километров лететь? И другая у вас какая-то цель была, не только взять интервью и вернуться назад. Ой-ой-ой, это 18 тысяч примерно в один конец. Да он там в аэропорту сколько перетерпел-то. Меня это тронуло. Тут назначили на студии где-то записывать. А на там незначительно так что-то было. И я подготовился. Места выписал, как ответить. Почему, я уже знаю, какие ему вопросы. Люди задают, когда ты поедешь. Ты вот Лапкину-то задай, задай это дело-то. Ну, скажу, недоброжелателей примерно 95%. Даже чуть больше. Недоброжелателей. Поэтому, как на него действовать, я не буду гадать. Я молился. И людей призвали. У нас молитва по соглашению сразу началась по всему миру. И мы молились. И он был здесь. Я, когда пришел туда, он вышел в коридор, обнялись. По-мужски, там, друг друга потрясел. Он потом еще второй раз, чтобы записать это, повторить, дубль сделать это. Еще раз был, когда там записали все. Но ему там я ни на один вопрос до конца не ответил. Только начну. Он меня перебьет другой. Потом на второй и третьей части. Я начинаю. А он в это разное сравнение это не ухватывает. То, что это слово Божие, для него никакой роли не играет, что это Библия. Ему это не надо совершенно. Ну, на завтра гостиницу он снял Алтай, показал, какая она хорошая. А утром за ним Сергей Павлович Пупков привез его сюда. И мы были здесь. Конечно. А он где там был у этого, у отца Владимира, и там уже все они. А вон там богема. Там все это написано. Лайф богема. А тут они его сделали верующим. Он говорит, я не верующий. Я только приближаюсь. Если они православные, они не слышат. Ему пришлось в Омск ехать, и его там какой-то Андрей или кто прищищает. Большего нельзя было сделать ущерба для человека. После крещения, это самое опасное, что он может. И того, недостойно прищищался. Многие больные, немало умирают. Они его толкнули к смерти. И я ему это все здесь высказал. Вы не знаете ничего. А он, я говорю, когда был там на ритургии, я не мог дождаться, когда это будет. Курить охота, до того курите. Здесь даже был, я не знал, что он выходил, туда-то, к оби туда ходил и курил. Сергея. То есть веры у человека практически никакой нет. И я ему все это говорил. Он как бы признает, и в то же время, но все это в записях есть. Но мы встретились хорошо и проводили хорошо. А что, записали? Он многое записывал. У него только было. Потому что я ему давал отдельно уже здесь. Когда они были, договорились, что ролики он у меня берет, а я у него беру. Все. Ну и когда он ехал дорогой, что у него было, я не знаю. Но когда он приехал там, он даже до дома не дошел. И вот это первое интервью, которое он сам себе дает там. Вот это неладно, что-то там было. И он не может отойти от этого всего. Что-то там ему было такое. Я в этом вижу другое. Он показал лик современной патриархии. Он один из них. Вот эта вся богемная обстановка все его коснулась. Я ему привожу местоописание. Во время разговора, я так прикинул, не меньше 78 раз. Он ни на одно не обратил внимания. Беседа не получалась. Я ему, говорю, Бог сказал. А ему вроде бы да мало еще написано. Я ему каноны привожу. Ну, что вы это берете? Тут борода, то пояс, то лопатка пойти. Я говорю, в Библии все это написано. Ему никакой роли не играет. Вы сказали пиариться. Он и не скрывает этого. Он нащупал эту тему. Притом не просто к священникам идет, а те, где бывают нападки. Поэтому там много собирается с разных сторон. У него сразу в разы начало увеличиваться. И я ему говорю, что нападали на Головина, на Ткащева, так это раз в 10 или больше, меньше, чем на меня нападают. Я за последние 8 месяцев 9 тысяч человек только закрыл. Тысяч. Это почти невидимое. Примерно 225 теперь роликов против меня. Роликов готовых с разными фотографиями. Горю я и прочее. На меня это никак не влияет. Почему? Перед Богом моя жизнь. А мне только бодрство и молись. И вот он сейчас встал, вокруг него собрались такие, которые даже давнейшие наши враги, они мигом его учуяли. И они теперь-то то ли помогают или еще. И он даже забанил Сергея, который отвозил его, который встречал его, и он его сегодня закрыл Сергея. Вот это для меня непонятно. Мы расстались с ним очень по-хорошему. Я ему подарил трехтомник Нового Завета к истинному православию. Четыре. До слова Божия нет. И за открытым оком пятнадцатый том и двадцать шестой. Пятнадцатый, как люди обращались, там 72 человека, и там, который в стихотворении все видел. Мне уже говорят, он считать не будет выбросить. Завтра постараюсь через кого-то зайти и попросить, так или не так. Если не так, то разговора нет. А если это так, то я даже допускать не могу. Я же ему не продал, а подарил. Это не два рубля. Ну, меня уже пугают и упрекают. Вот видите, мы у вас выписывать хотим, вы говорите, уже книг нету. А ему дали, ему дали даром. Вы же не видите, специально подосны вас раскачать и узнать самое такое, что ему не нравится. А ему многое не понравилось. И он говорит, не вмещается. Я не могу, я неправильно делаю. Надо вот так. То есть ущет, как проповедовать. Я говорю, у него сразу голова как будто не может. Но я же не могу сидеть. Потом, если там Нагорный парк, где кладбище было, мы молились, видел, нет? Да, да, да. Руки поднимали. Да, да, да. Молились, поднимали руки. А нет, это квадрокопер или как называется, взлетает и прочее. Вот. То есть, мы расстались по-хорошему, встретились по-хорошему. И я его, в своих молитвах вывел на первое место. Я почувствовал, как он в этом нуждается. Сказали, у него сын больной шизопринеей. И в жизни у него там что, как было, ну, мирская жизнь. Я ему все это поставил на место. Это Господь тебя ведет. А он это никак не воспринял или что. видно было, что он везде, как говорится, царил. Там сидит у отца Владимира, его там слушает. А тут, тут говорят, свезли. И он как, сидел как-то потерянный, как, это, ну, не секрет. Это на, мое отношение к нему не изменило. Ни грамма. Я вижу, что он очень нуждается в помощи. Но он многое сказал, что вот надо вот так делать, вы никого этим не привлечете, вы сами планку подняли, вы поднимаете там штангу такую, там, 200 килограмм, а другие заставляете. Я не заставляю, но я говорю, каноны призывают. Павел говорит, многие бегут на аресталище, один получает награду, он не слышит. Абсолютно закрытые уши. Но я после этого сейчас поработал над чем-то и сейчас кое-что просчитаю. Какую религию создали в московской патриархии, что они туда идут, люди, которые ничего не знают. Главное, чтобы денежку платили, свечку покупали, а дальше живите, блудите, делайте, что хотите. Я потихоньку сейчас свернусь здесь и буду считать. Вот смотрите. Открыто у меня здесь, в моем мире, вам это не видно, но я не буду тут дергать это. Вот пишет один. Христос посреди нас восхитательно дальше есть и будет. Дорогой Игнатий Тихонович, хочу попросить у вас прощения за непрофессиональное, сейчас, мне надо, хотел это убрать, я маленько вас, за непрофессиональное и неуважение к вам, Алексеем Шахматовым. К сожалению, он так ничего и не понял, даже после ваших слов о том, что, зачем, мол, ты после исповеди, когда тебе все время хотелось одного покурить, а ты причастился. Вот это пошло теперь на первый месяц разговор. И вот он дальше пишет, мол, у меня лоб промок, я говорю, от моих слез за тебя, где ты находишься, что ж с вами сделали, тогда разве ж можно? Зато он, говорит, недостойно причащает священник, погибают оба. Тело мое отдам собакам, чем тело Христово недостойно. А он совсем и не верит, оказалось-то. В общем, под это интервью я ему написал следующее, двоеточие, кавычки, а он с ним связывался до этого. Дорогой Алексей, ничего подобного даже не мог предположить, что вы, не подготовившись к встрече с Игнатием Тихоновичем, поэтому после просмотра вашего ролика не могу не сказать, что это интервью является как минимум верхом хулы на Бога и на уважение к пожилому человеку, которое в студии было. По-моему, хотя бы в конце, то есть после случившегося перед Игнатием Тихоновичем, как минимум, вам надо было бы принести извинения за грубость, не профессионализм, не уважение. Как можно было хоть бы в конце интервью не попросить у него прощения? Вопрос восклицательный. Неужели за все время интервью вы так и не увидели в этом 80-летнем человеке истинно верующего человека и воина Христа, мученика, истинный пример для укрепления жаждущих настоящей веры, старца, пророка, за которого нам, православным, надо было бы лишь радоваться и славить Бога? В общем, совершенно не подготовились и в итоге сработали крайне грубо и неуважительно. Разве виноват Игнатий Тихонович в том, что на всем он смотрит во свете Святой Библии, что сказали святые отцы церкви, за все благодарит и Бога, прославляет и за все радуется Ему. Простите, но вы показали себя с самой наихудшей стороны человеком, совершенно не чтущим истину, Святую Библию, представление, православие. Доброзумит вас Господь Бог? А дальше кавычки закрыты. Пишет, не зря Игнатий Тихонович, ох, не зря я так беспокоился за эту встречу и возможные искушения, которым он сполна мог предаться. Прошу простить Игнатия Тихоновича и меня, грешного, так как я наивно верил ему и думал, что через вас он прославит Бога. Игнатий Тихонович, я вас обнимаю мудрость и благоразумие. Да укрепит вас Господь Бог и благословит все ваши дела во славу Его. Помолитесь, пожалуйста, и вы обо мне грешным Игнатий Тихонович во славу Господа нашего Иисуса Христа. Александр Тетюшев, город Бугуруслан, Оренбургской области, 21 апреля 2019 года. Это вот такое я получил письмо. Но ясное дело, что это письмо обдумано было написано. Вот я сейчас на вас тут выхожу. Теперь я сейчас закрою немножечко и еще прочитаю, что я подготовил сегодня прочитать. Вот обычно тут пишет между собой наши разговаривают. Я все это списал. Он приехал, когда туда и говорит. Мне никогда в жизни так не хотелось материться, блудить и сквернословить, как после визита в Барнаул. Слышал это? Да. Шахмата полиции Викторовича. Мне никогда в жизни так не хотелось материться, блудить и сквернословить, как после визита в Барнаул. Явно, что это сказано с явным нерасположением. Но я принимаю как должное. Спрашивается, ну, он женился, говорят, четыре раза, там, ребенок больной. Это мне не касается. Но дальше вся жизнь он сам показывает, виноват, седьмая заповедь, виноват, виноват, все. Он открыто все показал. Ему здесь сутки пробыл, и он уже понимал, что тут блудить нельзя, я должен понимать. Никогда не хотелось. То есть, он задержал этот блуд на одни сутки, как будто бы такой смысл-то. Я перетерпел, не блудил один день-то, и поэтому только пришел, и так мне охота, что во мне накопились адреналины разные. Материться. Тут не матерился, но курил он все время. Сквернословить. Это что за... Такого я даже никогда не слышал. То есть, по всему этому ему запечатали. А демоны его разрывают на счастье. Это демоны только. Это не просто слова, сказанные человеком. Это слова, одержимого демоном. Это демон, можно сказать, человеку, смертному это нельзя. И дальше, что-то он там начал говорить, вонь какая-то, отмывался, непонятно что. Ну, я по-своему объясняю. 2 Коринфян 2,14. Во благодарение Богу, Который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе, распространяет нами во всяком месте. Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к всему? Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие. Поэтому запах такой. Но проповедуем искренне, как от Бога, перед Богом во Христе. Я не знаю, с ним разговора еще не было и будет ли, я тоже не знаю, но то, что сказал, не доехав до города, он просто говорил это. Ну, как понимать? не могу еще сказать. И в одном месте он там сказал, тут крупно писали, прекратить цитировать Библию, мы так не можем, мы ничего не понимаем. Он сидел вот так вот, и понять, ну, как понять не могу, ну, надо вот так, поговорили с дикарями, как, ну, ты не дикарь, русский человек, язык изучать не надо. Я не ожидал, что он болеть будет этим. Прямо болеет он. Вот, приятно сейчас. Так. А я по-прежнему молюсь за него. И тут написали так. Один написал. Сергеев Тушенко. Да, но впереди тут еще было написано. Интеллигенция первого соприкасается с кушением в виде своего положения. Ввиду своего положения. Разу общий уровень несценности в обществе снижается, ввиду отсутствия в любви Слова Божьего. То интеллигенция первая падает под гнетом этих искушений. Да и возводит мерзость в добродетель. Последнее, самое страшное. Да, а народ все это уже готов принять. Дьявол постоянно шлет свой запрос в наше общество. Это лишь вопрос времени. Когда оно примет его инструкцию к действию. Вот шахматов уже считает нормой тащить церковь, церковь тащить на поводу у мира. Ну, прямо это уже показал. Прямо представитель великого инквизитора наяву. А священцы давно приняли эту мысль, как мне кажется. И имея пророчество Достоевского, они делают именно точь-в-точь по нему. Какая слепящая, неудержимая сила их влечет за собой. И все пытаются вырвать из рук Библию. Ту веревку, в кавычках, которая не дает человеку провалиться в это бесовское болото. Просто война против Слова Божьего идет. Они уже визжат. Прекратить цитировать Библию. Мы так не можем. Мы ничего не понимаем. Повторяю снова. Мне никогда в жизни так не хотелось материться, блудить и сквернословить, как после визита в потеряевку. Ну, я тогда решил сегодня подготовить материал, про что тут говорят. И Федора Михайловича Достоевского, братья Карамазовы, часть 2, книга 5. Интересно, о чем говорятся. Взгляни, что сделал ты далее. Христу, говорит инквизитор, с антихристом. И все опять во имя свободы. Говорю тебе, что нет у человека заботы, мучительнее, как найти того, кому бы передать поскорее тот дар свободы, с которым это несчастье, несчастное существо рождается. Я взял одну шестнадцатую часть от этой беседы. Одну шестнадцатую я посчитал. Но овладеет свободой людей лишь тот, кто успокоит их совесть. Чем попы занимаются? С хлебом тебе давалось бесспорное знамя. Дашь хлеб, и человек преклонится, ибо ничего нет бесспорнее хлеба. Но если в то же время кто-нибудь овладеет его совестью, помимо тебя, как Христу он говорит, о, тогда он даже бросит хлебство и пойдет за тем, который обольстит его совесть. Вот попы к себе зовут скорее причаститься. В этом ты был прав, ибо тайна бытия человеческая не в том, чтобы только жить, а в том, для чего жить. Без твердого представления себе, для чего ему жить, человек не согласится жить, и скорее истребить себя, чем останется на земле, хотя бы кругом его все были хлебы. И вот вместо твердых основ для успокоения совести человеческой, раз навсегда, ты, Иисус, взял все, что есть необычайного, гадательного, неопределенного, взял все, что было не по силам людей, вот он мне это говорил, а потому поступил, как бы и не любя их вовсе, он тоже об этом говорит. И это кто же? Тот, который пришел отдать за них жизнь свою, вместо того, чтобы овладеть людской свободой, ты умножил ее и обременил ее мучениями душевного царства человека вовеки. Ты возжелал свободной любви человека, чтобы свободно пошел он за тобою, прельщенный и приненный тобою. Вместо твердого, древнего закона, свободным сердцем должен был человек решать впредь сам, что добро или что зло, имеешь лишь в руководстве твой образ пред собою, но неужели ты не подумал, что он отвергнет же наконец и оспорит даже и твой образ и твою правду, если его угнетут таким страшным бременем, как свобода выбора? Мы скажем им, что всякий грех будет искуплен, если сделан будет с нашего позволения. Это батюшки. Позволяем же им грешить, потому что мы их любим, а я не люблю, он мне показал, я не люблю, а там мать любит свою любовь к ребенку. Он придумал, что бы сказать. Мы, говорит, что с нашего позволения, позволяем же им грешить, потому что мы их любим, наказание же за эти грехи, так и быть, возьмем мы на себя и возьмем на себя, а нас они будут обожать, как благодетелей, понесших на себе их грехи перед Богом, и не будет у них никаких от нас тайн. на исповедь ходят. Мы будем позволять или запрещать им жить с их женами и любовниками, любовницами, иметь или не иметь детей, все судя по их послушанию, и они будут нам покоряться с весельем и радостью. Самые мучительные тайны их совести все-все понесут они нам, и мы все разрешим, и они поверят решению нашему с радостью, потому что оно, наше разрешение, избавит их от великой заботы и страшных теперешних мук решения личного и свободного. И все будут счастливы, все миллионы существ, кроме сотни тысяч, управляющих ими, ибо лишь мы, мы, хранящие тайну, только мы будем несчастны. Будет тысячи миллионов счастливых младенцев и сто тысяч страдальцев, взявших на себя проклятие познания добра и зла. Тихо умрут они, тихо угаснут во имя твое, и за гробом обрящут лишь смерть. Это они не говорят людям, что они получат. Главное успей причаститься. И за гробом обрящут лишь смерть. Но мы сохраним секрет, и для их же счастья будем манить их наградой небесной вечной. Ибо если бы было что-то на том свете, то уж конечно не для таких, как они. В этом весь цинизм сегодняшнее, что делается в церкви. И он полностью этим поглощен сказать. Вот так надо делать, вот так. А тут затронули самые глубины, он не может успокоиться, а сатана наворачивает. Ты терпел тут целый день, и так тебе охота материться. Но он здесь терпел. И дальше беру эпиграф. Второй а не то, что пришли люди умилились в храме, он об этом говорил, утешение получить. Люди приходят не утешение, жизнь вечную получить. Во Христе бегут многие на ресталище, один получает награду, он это отвергают. Я говорю, слово Божие говорит об этом. И начинает дальше ему цитировать, что Господь через Павла говорит, я смиряю, порабощаю тело мое, порабощаю, рабом делаю, дабы проповедуя другим самому не оказаться недостойным. А в мягких одежках живут царских палатах. Ему тут не понравилось, как я одет, похоже на это, я говорю. Так, Деяние 7.57. Они, закричав громким голосом, затыкали уши свои, ненадушно устремились на него. И дальше я еще стихотворение взял Алексея Плещеева «Лжеучители». Это я говорю к церковникам, которые обольстили этого человека. Жрецы греха, пророки тьмы, напрасно вы постыдной ложью затмить хотите правду Божью, сердца опутать и умы. Бессильны злобы и ухищрения, бессильна жала клеветы, свободы, пылки и мечты, ко благу честное стремление вам не убить. Года пройдут, и лжи замрет бесследно голос, зерно добра даст пышный колос, а ваши плевелы сгниют. Вам дела нет, я тут пропускаю, но сейчас настанет жрецы греха, пророки тьмы, и человек как от чумы от вас проклятием отпрянет. И вы с позором на челе пойдете ужасом объятые, как древний брат, убивший брата, искать приюта на земле. 27 февраля 1862 года были лжепророки в народе, как у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси, и отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. Ну, говорят, вот строго, так нельзя, надо приласкать, вот тогда пойдут за вами люди, так за нами они пойдут, но за Христом не пойдут, он на разность это не делает. А дальше я беру из жития Пафлутия Боровского за 1 мая по старому стилю. Кавычки открыты. Духовные дети преподобного Пафлутия Боровского почитали его и боялись. Георгий Васильевич, князь Дмитровский, на земле которого монастырь стоял, рассказывал, что когда он шел на исповедь к преподобному Пафлутию, у него ноги подгибались с колена от страха. Ты избери, говорит, такого наставника, строже которого нет во Вселенной. Кавычки закрыл. Подгибались с колена. Так это у князя. А попы его так настроили. Он так и понимает. Я неправильно делаю. То есть он видит в храмах туда-сюда волна идет, как одеты, исполняет и не исполняет пост, курят, не курят, чтобы на это ничего никто не смотрел. И он это понял. Везде он там, проще сказать, он почитаемый, а тут он никто во свете Библии-то. Я понимаю, как, но мои отношения к нему ни грамма не изменились. Еще раз говорю, я это говорю как бы не к нему, а к тому, что церковники сделали с этими людьми, чтобы не сцеплялись за это. Вот вам ответ. Спасибо, Игорь 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 Игоревич. На самом деле, действительно, впечатление двоякое, потому что хотелось бы услышать так, как привычно нам слышать вас, чтобы ответ был, имел, вернее, начало, имел развитие, имел окончание. И в этом смысле сама беседа, вот та большая, где вы в таком в деревянном интерьере, конечно, объективно не получилось, даже с точки зрения профессионального журналиста, то есть нужно было, конечно, и Алексея выстраивать. Но вот то, что я видел ролики выступления на собрании, на вашем, где, в общем-то, тоже речь шла о вере как таковой, он говорил, но я так понял, что он не говорил о вере православной, то есть как бы сознание о Христе, сердцевине, христианству, вот этого понимания, конечно, не было. Да, я просмотрел ролики, где вы гуляли, молились, вот. Но я тоже думаю, что интересно, вот, конечно, неожиданно то, что вы прочитали его первую реакцию после того, как он покинул порог вашего дома, Барнаула, конечно, неожиданно и откровенно, неприятно, даже так по-человечески. Ну, хотел бы услышать его теперь, какова его оценка, и, ну, в общем-то, я не думаю, что будет разочарование, потому что, как говорит отечественно известный диакон богослов, чтобы не разочаровываться, не нужно очаровываться. Вот, скажем, по отношению к Алексею, в общем-то, этого не было, я мало знал, просто мне было интересно. А он мной не очаровывался, в чем очаровываться, там не встречались, делом, что на первом месте выдана Библия и Христос, а у него это никакое место, совершенно пустое место. И понятно? Нет, это я про... Да. Да, Игорь Михайлович, это я про себя говорю, что, как бы, для меня не было ни очарования, ни разочарования, потому что для меня, как бы, человек, я его узнал недавно, вот, просто было интересно, как он выстроит беседу, вот, именно как профессиональный, журналист, ну и, конечно, самое главное, как он раскроется, вот, беседе с вами, под таким рентгеном, Слова Божия, как человек. Ну, он задавал-то вопросы, которые у него под роликом поставили, вот в чем дело-то. И он интересовался, люди. А я начинаю отвечать, он, ну, третью часть еще не ответил, он перескакивает на другой, поэтому, ну, другого-то я не мог никак. А мне надо теперь отвечать уже на то, что опять задает. Я говорю, не кончено. Ну, ладно, там понятно. То есть, или спровоцировать, или что-то, но тут еще этого не получилось. Но он знает, журналистский прием, если сказать, вроде, такое грубое слово, засыплю, я знаю эти штучки. Но тут ничего, он даже говорил подобное, но тут мимо идет. Мне была задача познакомить его со Христом, чтобы он увидел, что куда он идет, каким течением его тянет. Он теперь идет к священникам, к одному другому поехать, на религиозной теме увеличивает число посетителей. Это просто не стоит того. Платят деньги, люди ему платят, и там все время он выставляет. Помогите, помогите на каждом ролике. Помогите. Ну, все это кончится когда-то. Но более близко ему быть к спасению больше вряд ли когда удастся быть. Да, да, согласен. Но, с другой стороны, Игнать Тихонович, если ваша вот эта беседа, я так понимаю, это была основная, да, вот где вы в этом деревянном интерьере, первая, да, если она выйдет в неоккупированном, в необрезанном виде, вот если он ее выставит целиком, мое впечатление, то есть я так вот попытался посмотреть ее, как бы, вернее, даже не попытался, я поймал себя на этом, что когда я смотрел эту беседу, вот если бы я смотрел впервые, вот Алексей бы, меня не заинтересовал нисколько, а вот вас бы я постарался бы в интернете обязательно найти. А тут, знаете, еще говорят, вот он еще и не опубликовал, а вы его взяли вроде, они не знают, что записывалось на три аппарата, и каждый взял свой. Я записывал, у меня сидел специально два человека, которые следили, а ему записывала та, которая там, ну, владела помещением. Вот, а Сергей Попков, он сам себе записал, мы его ничего не взяли, но мы договорились, что, вообще, я ему отвечаю, это тут главный торрор, я играю все-таки, не он, у него аппарат только, и поэтому, что еще другой дорогой записывали будет, я беру себе, а он мое любое может брать, любой ролик, любой. А их у нас сегодня 14 850. Я могу. Во славу Божию. Во славу Божию, я думаю, и эта беседа, она тоже будет во славу Божию. Мое отношение к нему не изменилось, и который нас, с ним, ну, звонил один тут, его Вячеслав, звать Семенов, я ему говорю, он с ним переписывался, напиши ему, что с 10 июня я буду в Потеряевке, пусть забирается, если есть у него жена или нет, и ребенка больного, и мы будем вместе, и вместе будем молиться, может, ребенку и поможет, и ты отдохнешь, я отдельно вам выделю дом, выделю, а питательство среди нас будете, ну, не знаю, перенадут лет, и как он будет на это смотреть, но для него это был полный разгром, это понятно, он сидит, и он не может еще сказать, и из этого я делаю, это явная давнишняя одержимость, ее расшевелил, никогда не хотел так материться, только демон может сказать это, так что тут не надо ничего говорить, и к нему я ничего не приписываю, это демон изрекся из него эти слова, вот так, ну, тогда Игорь Николаевич, если эта тема, ну, скажем так, я получил ответ на свой вопрос, очень большой, очень обширный, вот, если позволите, я еще один вопрос задам, он не имеет отношения к этой теме, но он все равно, я думаю, будет полезен, тем более, что мы упоминали с вами молитву, вашу совместную молитву, вот, во вчерашнем евангельском чтении, вот бывает, читаешь, читаешь, десять, десяти раз, может, меньше, а иногда прочтешь, и думаешь, как-то никогда не задумывался, вот, в евангельском чтении, в послании апостола Павла к филиппийцам, это 4 глава, 6 стих, «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». Вот, Игнать Тихонович, чем отличается молитва от прошения? Потому что, я уже знаю, и от вас слышал, и от святых отцов, конечно, это читал, и понятно, что вы тоже оттуда это взяли, что молитва трехступенчатая, просительная, благодарственная, и… Аллилуйя, да, да, славословие. Вот, а здесь вот интересно, да, а вот есть некое противопоставление, молитва и прошение, в чем отличие? Молитва – это общее, как любодеяние, а любодеяние – это и прелюбодеяние, и блуд, и все в этом, в половом отношении, все абсолютно в это входит, так и здесь. Молитва – это краткая моя молитва, она вмещает все, моление – это общее богослужение идет где-то, а прошение – на что я упор делаю, о чем должны были просить люди, которым он пишет, они не знают Бога. У меня первая молитва была – прошение, я понял, мне не хватает веры, поверить написанному в Библии. Я помолился, и Бог дал такую веру, которая только растет, и растет 56 лет. Я другим не могу быть. Он понимает, когда был, посмотрел, все он говорит, и он ни с чем не соглашается, никак. Почему? А его считают уже за учителя. Человек еще не христианин даже, но главное, что он говорит, и говорит, и улыбается, ну, это профессионально. Он все время, говорится, где он там был-то, его должности показывают. Сегодня человек, я не к нему определенно говорю даже, кому-то, сказали бы работник секс-индустрии. Больше никак. Какие должности занимал, где? Ну, все связано им и с богемством, с этим. А тут он услышал чистое евангельское учение, забота о его душе, а она вопротивице, никак не принимает. Да главное, что у нас даже на территорию нельзя заносить. Он с табаком, с папиросами ходил по храму, когда служба шла. Он не сказал, а я не сказал ничего. И даже служба закончилась, он сразу пошел, и там надо опять покурить. Там у него очень сильный демон сидит. Демон любит разложение в дыме и огне. Вот он, что-то, запах какой-то, вонь там какой-то, вонь-то от него шла, не от нас. Он курил, а нас никто не курил. У нас все, как ангелы, чистые стоят, дети. Где он видел? А обнимались сколько раз, это его инициатива была, что-то пошло. Я ни разу не подошел, давай обнимемся. Он брал и притягивал меня к себе, обнимал и хлопал. Ему не о чем говорить. Это ему дьявол накрутил. И когда вот такая повышенная чувствительность, это уже полное беснование. Я эти уроки проходил, знаю, слышал, как это рассуждения идут какие. И он, какая-то вонь, я отмывался, не мог отмыться. То есть, сатана совершенно, говорит, мозги сбекренил. Какая вонь? От кого? От нас? У нас только ладан. А у тебя какая кадильница? Уста курящего демонской кадильницы, Иоанн Кроштадский. Это от тебя зловоние было-то. И ты не мог отмыться. Как ты летел там? С какими людьми сидел? А у нас чистый воздух, ходили на высоте. А уже намек брошен. Вроде что-то у нас. Как один беседовал с дьяконом. За версту от него воняет на этого. А сам сидит, поганец, из блуда не вылазит. Я узнал, а кто это на Кураева сказал так-то? Ну, один с ним говорил, и так его обозвал где-то. Это тоже. Вот у нас приехал один лагерь, когда на меня наседали. А он первый секретарь КПРФ Железнодорожного района. Бобров Геннадий Александрович. Он иногда пишет статьи. И вернулся когда из Потеряевки. И написал, нас Игнатий ведет по лагерю. И говорит, вот келья, которая отопляется. Внизу идет там короб железный. Тут можно сушить. Что можно на это сказать? Можно одежду сушить, дети спят в тепле. А я подумал, вошь любит тепло. Где вошь? Какая? А зачем какая? Намек брошен. Все. Это тоже и вонь. Вонища какая? Вонища. Вонь только от безбожника может быть. А верующие они вообще... Великий пост. Златоуст говорит, ни жены, ни мужья, ни милия. Семь недель. И никакого запаха не было. Что он хотел сказать, тоже непонятно. От чего он отмывался, непонятно. Ну, запах-то самый отвратительный от него был. Он там в парке был. И тот курил, пурит раз за другой. У меня на занятия, в которые люди ходили в университете, и были, курят. Я их наказывал с утра, чтобы в рот папиросы не брали, чтобы не воняло. Люди стали жаловаться. От них запах идет. И когда человек не покорялся, мы сразу его вычеркивали, и он на вахте уже не пропускали. Вот это каждое слово. Теперь я смотрю, и меня это ни грамма от него, главное, не отталкивает. Я становлюсь на молитве, и молитва у меня идет за него легко. Вот так. Из-за сына я не спросил, как зовут. Но подтянет ли его дальше, или он начнет сатана в забор колотить. Это я не знаю. Но вокруг люди, они злорадствуют. И самые злобные враги, блудники сейчас наседают на него, и переделывают ролики все. Мне уже сообщили. А на меня как это может повлиять? Никак. Радуйтесь и веселитесь. Велика ваша награда на небесах. Открывайте свои желания перед Богом. Не просто заученный Господи помилуй. Я открываю свои желания. Коснись его сердца. Дай ему, Господи, свет разума. Каждое слово я ему объяснял, почему бороду не трогать. А нога за ногу, я рассказал ему, как у этого было, у Арсения Великого. И он это не принял. Все это принял себе в оскорбление. Вот если ты обнаружился, где-то он был, его считали там, ну, учителем каким-то, как говорится, на веревке православную церковь тащил там. А когда пришел к истинно православным, он увидел, что в добром-то месте с тобой даже сидеть не будут люди. Запах такой от тебя идет. Зловоние табачное. Не говоря о другом, потому что и грех издает запах. А как издает? Очень так. Илариону принесли братья виноград. Ешь, авва. Виноград крупный, виноград хороший. А он взял и в руки посмотрел. Уберите, зловонный такой. Почему? Это от скупого человека взяли. А братья этот спрашивают, а разве внутреннее настроение человека можете в ней на плоды? А он говорит, а вон быки привязанные. Положите им туда, в ясли. Положили, быки как заревели, оторвали веревку и убежали. Что тебе доказывать-то? У нас ничего нету. Мне никто на мои передачи не делает. Но передачи-то какие? Я не просто задал вопрос, еще зато будет. Нет. Цель. Христос и Библия. Так что он был в нужном месте, может быть, с опозданием. И так просто, мы уже не расстанемся. Я его буду перед Господом стучаться в двери Господа Бога и говорить, Господи, обрати внимание, он замучился уже. Сколько он с женами бедными нагрешил, сколько всего было. Прости ему, призови его к себе. А эти, вокруг которой насели, они любят утешение. Церковь пришли за утешением, чтобы разговор был теплый. Да теплый самый мерзость, блевотины подобные. Если бы холоднее, горяч, так как ты теплый, зверну тебе из уст моих. Люди ничего не знают. И он этого не знает, что они не знают-то. И он впервые столкнулся, но недаром меня там называют глыба, скала там и прочее. Как Ульянов об этом, об Ольве Толстом сказал, какая глыба, какое человещище. А у нас, когда где-то корова оправится, застынет, называется глыза. И мы говорили, какая глыза, какой человещище. Так нам больше это подходит. У нас меща не было, а когда ровно как у коровы бывает, немножко она подойдет концом, не лепешкой, а отдельно застынет. И мы тогда на улицу выкатывали, и надо пнуть, чтобы она человека коснулась. А если пролетела мимо, а ты за ней побежал, тебя по спине в это время бьют. Я просто скажу, он мне пришелся по сердцу. Я больше его не ожидал, я уже его слышал как где. И его, что бы ни говорил, что бы там ни было, меня это не оттолкнет ни на миллиметр от него. Я теперь плотно его прижимаю к себе. И прошу всех теперь помолиться, чтобы Господь избавил этого расстройства. А это у него прямо, даже без всяких признаков, а явное проявление в этих словах, одержимость бесовская. А как входит демон? Я еще все говорят, а какой он нации? Да я не знаю, ну не русский, а кто, может быть он какой-нибудь башкирист, не знаю я. Я спросил, откуда фамилии у вас это? Фамилии когда раздавали, в то время шахмата и не было здесь. А я знаю, когда такие фамилии дают, то нежные, выспринные такими, это все одна нация берет своим, дает сегодня такие фамилии. Королевы, царевы, они все на себя, как малые дети. Я ему это объяснил. В шахматовом нельзя было назвать. Давали в деревнях и везде, где сельсоветы есть, и люди еще и капуста. Капустин, все, Ворона там у него пролетела, Воронин, Кузнец, Кузнецов, самое распространенное, Смит, Шмит, в других языках. Так, а что? Да это Марьин сын, а это вдова, да это вдовин, вот тебе откуда. Но шахматы нельзя было, их не было. Как фамилию-то могу надать? Я вот на это обратил внимание, он не мог ответить. Но это раньше там играли где-то, когда давали, тогда не было этого. И чтобы шахматом назвать, это значит, какой-то гроссмерский должен был, Роберт Фишер, я за маленькое взялся, скажу, меня от него ничто не оттолкнуло. Хотя бы больше, я знаю, какие враги лютые сейчас вокруг него, уже сообщили, ролики там делают, меня это не грамма от него не оттолкнет. Почему? Да потому что все это временное, а истина вечная. Это жрецы греха, пророки тьмы, и человек, как от чумы, от вас с проклятием отпрянет, и имена их презирать, своих детей научит мать. Ох, слова какие. Я давно это стихотворение знал, наизусть рассказывал, а сегодня записал. Ну, и эту разобрали, говорит, и за смертью, вот эти, обрящивают лишь смерть. Кто вас признал? Вы единицы, тысячи спасаются, тысячи. говорит антихрист, а мы миллионы спасем, мы разрешим им грех, мы сделаем счастливым. Это чисто патриарши сегодня такие. Это и у католиков везде такое. Мы им разрешим грех. Я с мусульманином разговариваю, у вас что считается разбратом? Жене изменяет. А у две жены, а у нас разбрат. Если даже умерла вторая и третья жена, а он решил жениться, четвертого брака вообще нет, а вы одновременно с четырьмя. Что сравнивать-то? Вы не знаете, что такое родительство, свыше не слыхали. Какая ваша религия-то? Сами, это я им толкую где-то. В этом вопросе даже возьми. У вас кровная месть, а у нас ненадийщий врага, ты человек-убийца. Ненадийщий брата. А у вас кровная месть, все вырезают целыми семействами. Что сравнивать-то? У нас совершенно разное. Это я с мусульманами беседую когда, и говорю, вы два момента сравните. Убийство и прелюбодеяние, у них интересный закон есть такой. Если они развелись, а потом он решил взять, назад взять ее не может. Если она жила одна, она должна все-таки пойти найти мужика, хоть один раз переспать, и тогда только может вернуться. Что это? Божественное. А у нас написано, у Иеремии, там, кажется, третья глава, он прямо говорит, что если она стала женой другого, то может вернуться, никогда не развратилась ли бы земля. видишь, это совершенно противоположная. Так и здесь. Мы говорим о Боге. А что нужно? Ну, надо потихоньку, мягонько, людей не оттолкнуть. А вот 10 человек, а вы отталкиваете, у вас такой вот потенциал, а вы отталкиваете, то есть он учит. Он учит, будучи неверующим. А кто пошел-то за тобой? Вот эти и пошли. И за смертью обрящают лишь смерть. Скорее причастить надо. Он священнику говорит, да я и не верю. Если я не причащу, то с меня вина будет. То есть они совершенно тронутые. Златоуст говорит, прямо говорит, сам лучше адам мое тело, чем тело Христово недостойному. Все тут сказать. Нет, они не знают Бога. Они развращают людей. Это как раз все это слуги великого инквизитора. В маленькой копии. Вот для чего я это взял. Потому что человек живой. И видно, что в него это вошло. И он так вальяжно со священниками беседует, задает вопросы, его привещают. А тут ничего нет. И все его знания для нас никакого значения не имеют. Пока все веры в Евангелие. Мы это ему говорим. И явное дело, что он чувствовал себя униженным у нас. Все на этом. Во славу Господа Иисуса Христа. Аминь. Спаси Христос, Игнать Тихонович. С Богом. До свидания.